В нашем эфире Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, правый, конечно, эксперт и Блумберг. Путинский экономический форум на дне. Глубина изоляции, ну, если не максимальная, то почти. Тем не менее, кто-то доприехал на этот форум. Продлится он четыре дня и действительно наглядно покажет, как Россия сейчас перестраивает свои экономические отношения под давлением беспрецедентных санкций. И сегодня, в первый день форума на открытии, выступает Путин. Как вам кажется, Олег, диктатор, понимая, что ему не удалось заманить на свое любимое мероприятие высокопоставленных зарубежных политиков, он эту глубину изоляции чувствует? Она на него давит? Я думаю, что и он чувствует, и чувствуют люди, которые присутствуют на этом форуме, включая и внутренние российские бизнесы, которые там представлены. То есть не заметить это, но это тогда надо не иметь зрения и не понимать, что происходит вокруг. Что-то, что начиналось, как такой вот широкомасштабный форум, где и обсуждались вопросы стратегической, и вопросы экономического развития России, и вопросы экономического развития регионов отдельных, оно превратилось вообще ни в что. И вот, если хотите, фактически обнулилось изначально вот вся та повестка дня, которая была. И если вначале это было похоже на очень серьезное мероприятие, то сейчас... Президент Франции, мы помним, Макрон приезжал, тогда еще канцлер Меркель там посещала, да? Да, совершенно верно. После 2014 года ситуация начала, очевидно, портиться для России, но сейчас это, если хотите, совершенно испорченная ситуация. Испорченная ситуация и в том плане, что и нет представителей иностранных бизнесов, и иностранных государств, и те задачи, которые пытаются решить на этом форуме, четко понимая, что они находятся в абсолютнейшей изоляции для России, закрыты абсолютно полностью рынки внешнего капитала. Это значит, что российский бизнес находится на голодном байге. Будут пытаться решать вопросы, связанные с тем, а где же брать деньги, если внешние рынки закрыты, а они все равно нужны. И в условиях беспрецедентного дефицита государственного бюджета в России, который, я напомню, за 4 месяца текущего года превысил ту отметку, которая была поставлена вообще на весь год, то есть те 3 триллиона рублей, которые стояли в дефиците госбюджета на этот год, уже давно превышены, деньги надо где-то искать, надо искать деньги российскому бизнесу. Похоже, что всякие такие экономические фантазии по поводу «давайте рассчитываться в других валютах», они не срабатывают, и это уже четко видно и во взаимоотношениях и с Китаем, и во взаимоотношениях с Индией, когда вроде бы Россия продавала нефть и аккумулировала большое количество рубий на своих счетах в Индии, она в конце концов не может ими воспользоваться, просто потому что их нельзя вывести. Вот эту задачу будут вывести в виде товаров. Нет возможности для них вписываться в глобальные цепочки научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок, в новые технологии, в новую технику, в новый технический, вернее, в ведущий технический прогресс, и это означает тоже серьезный вызов, потому что страна, которая не находится не просто в мейнстриме, но даже в русле того, что происходит в данном случае в Ниокре, она обречена темпой экономического роста, даже бы при куда более благоприятных условиях снижались бы, и вот они будут пытаться искать какие-то точки соприкосновения насчет Ниокра, и вряд ли им помогут те страны, которые сейчас находятся на этом форуме, пусть это и очень ограниченное количество стран, но, очевидно, там это не решается, никто не возьмет на себя в данном случае ответственность за продвижение Ниокра в России. Что касается дополнительных вызовов, которые будут пытаться решать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, это все, что относится к их параллельному импорту, они очень четко осознают, что комплектующих, все, что относится к высокой технологии, не хватает для их развития, а это значит, надо снова пытаться задействовать то, как они пытались задействовать раньше эти обходные пути, но в условиях так называемых вторичных санкций это становится не просто сложно, а опасно и даже невозможно, потому что любая страна, которая принимает для себя экономическое решение попытаться помочь России по любым причинам или нет, она в конце концов это все взвешивает на те вторичные санкции, которые могут ударить по ней так сильно, как гильотина может ударить по бедному, который лежит уже на плахе, и вряд ли кто-то будет подставлять свою голову, я имею в виду любая страна, которая там присутствует, подставлять свою голову на плаху, просто для того, чтобы под гильотину, для того, чтобы пытаться помочь сомнительному диктаторскому государству, которым сейчас является Российская Федерация, задача тоже неразрешимая, и вот единственное, что будут пытаться, насколько я понимаю, играть карту более-менее активно, это карта культурного сотрудничества, это карта возможности продажи своего сырья, потому что опять-таки сырье-то не продается, в мире на него лежит огромное количество ограничений, это относится и к алмазам, и к золоту, и вообще в принципе к сырью, и к нефти, и к газу, и в общем, это карта, которую будут пытаться играть для того, чтобы искать себе альтернативные источники поступлений валюты, в которой нуждается машина Российской Федерации, потому что это единственная, пожалуй, возможность, которая все еще остается у них для финансирования своего военно-промышленного комплекса. Олег Леонидович, смотрите, а еще если говорить об изоляции путинской экономики и саботаже его любимого форума, ведь на этот форум в Питер не приехали даже некоторые лидеры бывших советских республик, они предпочли остаться в стороне, тот же президент Казахстана Такаев. В прошлом году был, произвел фурор, когда публично выразил несогласие с торжением России в Украину, сидя рядом с Путиным на пленарной сцене, а в этом году уже не приехал. Как вы думаете, почему? Ну, тут и, в общем-то, гадать нечего. Гадать нечего, потому что вторичные санкции очень могут больно отразиться на любой экономике, подставлять, опять-таки, под удар свою собственную экономику, свои собственные национальные экономические интересы, просто для того, чтобы поддержать в данный момент Россию, никто не станет. Я уже не говорю по поводу того, что если мы уже говорим о конкретном случае Казахстана, все-таки стоит помнить, что Россия давно не является самым большим инвестором или самым большим торговым партнером для Казахстана. У Казахстана есть куда более старший и более важный партнер, в данном случае, Китай. И Китай, и Европейский союз, с которым Казахстан активно торгует. Ну, вот представьте себе, стоит ли или нет для Казахстана быть снова на этом форуме, для того, чтобы, во-первых, услышать несколько раз вновь, как лидер России называет неправильное имя главы Казахстана, и с нескольких попыток так и не в состоянии повторить это имя. Во-вторых, получить какие-то отвратительные вопросы по поводу «поддерживаете» или «не поддерживаете», для того, чтобы в открытую сказать «не поддерживаете», что он не поддерживает вызов очевидное просто недовольство самого диктатора и присутствующих частей в зале, которые вот просто абсолютно преданы текущему диктаторскому тоталитарному режиму. Ну, точно в этом нет ни политического смысла, ни тем более экономического смысла. Это понимают практически все, и вот поэтому уровень представительства крайне-крайне-крайне низкий. Да. Вы знаете, есть же еще и забавные нюансы в организации этого форума. Его организаторы попросили иностранных посетителей, но тех немногих, кто приедет, брать с собой в Санкт-Петербург наличные доллары или евро. Дело в том, что из-за санкций они не смогут использовать свои банковские карты в России. Олег, согласитесь, ведь это такое унижение, да, и для гостей вот такая просьба, ну, а для самого международного экономического форума, ну, это же позорище. Совершенно верно и очень правильно подмечено. И более того, если вы посмотрите на возможности расчетов, которые будут на форуме, насколько я понимаю, и, по крайней мере, из той рекламы, которая крутится на форуме, о том, где можно будет поесть участникам форума, в ресторанах, которые там есть русская традиционная еда, и вот там-то надо платить рублями. И это означает, что даже при наличии долларов и евро на руках, надо их каким-то образом конвертировать в российский рубль. И что остается у официальной делегации? Взять фактически твердую валюту, которая у них есть в руках, и пойти куда-нибудь на Невский проспект в обменный пункт для того, чтобы простоять очередь или попасться в руки черных обменщиков для того, чтобы конвертировать это в рубли, вернуться на форум и там уже иметь возможность попробовать ту еду, которая там предлагается для участников. Да, правда, из таких вот мелочей складывается вся атмосфера этого форума. С одной стороны, играет музыка из Чунга-Чанга, мультфильма, с другой стороны, рассказ по поводу того, что смотрите, какая у нас замечательная кухня. И все это превращается, если хотите, ну не просто в провинциальность, а такую зажатую и убогую провинциальность. Понятно, что страна, фактически экономика страны, и не то, что не испытывает лучшие времена, она находится в таких тисках, которые дальше ее будут сдавливать, сдавливать, сдавливать и приведут к абсолютному разрушению. Тут эти деньги, которые ты не можешь использовать, карточки, которыми ты не можешь платить, потому что ты ими можешь платить вообще везде, где угодно, но только не здесь, не на этом вот международном экономическом форуме. И тогда возникает вопрос, а к чему здесь это слово международный? Просто потому что это... И экономический, собственно. А, экономический, правда. Что здесь из-за международного и экономического? Кстати, а там же ведь кроме Чунга-Чанга есть еще одна забавность, что одним из героев форума станет Чебурашка, и ему посвящен будет целый стенд, и этот мультипликационный герой при помощи 3D-анимации будет даже модерировать одну из панельных сессий. Это что будет? Искусственный интеллект по-русски, наверное? Похоже, что да, но если вы посмотрите на те заявления, которые идут сейчас из Санкт-Петербурга, в том числе от участников, которые обсуждают такого высокого ранга, что будет обсуждаться, вот они обсуждают искусственный интеллект и говорят по поводу того, что в общем-то они готовы к внедрению искусственного интеллекта, но проблема состоит в том, что техники, техники, составляющих для этого нет. В общем, как бы и готовы, но с другой стороны, ну и что толку, что ты готова? Если у тебя нет базы необходимой для развития этого искусственного интеллекта, то вся твоя готовность не что иное, как декларативное заявление. Да. И теперь такой серьезный вопрос к вам. В дни, когда путинские ракеты так нещадно атакуют каждый день нашу страну, принося смерть мирным гражданам и разруху, появилась новость, что российскую нефть будет покупать уже и Северная Корея. С 2020 года таких поставок не было и вот возобновляется. Тревожная новость и даже не потому, что в Кремле таким образом будут обходить санкции и торговать нефтью, а, как говорится в материале Bloomberg, таким образом Россия, как плату за нефть, будет получать из Пхеньяна оружие для войны против нашей страны. Олег, ведь такому опасному сотрудничеству, наверное, санкциями не удастся помешать. Северная Корея и Россия, по сути, уже страны-изгои-близнецы и могут обмениваться любой продукцией, им уже нечего терять. Ну, зла продолжает формироваться. Это не то, что какая-то новость, что Россия сотрудничала с Северной Кореей. Только сейчас мы видим с вами доказательства того, что это сотрудничество углубляется. Задобавьте туда Иран, и вы получите вот три таких основных игрока в этой оси зла. Россия, Северная Корея и Иран. Они активно сотрудничают. Одни продают шахеды, которыми просто атакуют наши города. Иран предоставляет их Российской Федерации. Россия отдает Ирану часть своего вооружения, по крайней мере, декларирует это. То же самое происходит, похоже, сейчас уже и с Северной Кореей. Если говорить по поводу того, насколько велик этот рынок для России, он настолько мизерный, что тут даже, по большому счету говоря, и аналиста не будет каким-то таким вот объемным. Потому что сама Северная Корея потребляет не так уж много нефти. Более того, потребность в этой самой нефти Северной Корее более чем минимальна. Но даже на этих минимальных объемах Россия пытается получить для себя дополнительное вооружение. И это дополнительное вооружение, даже если его немного, оно все равно смертоносное, оно все равно крайне разрушительно для нас. И точно не играет в плюс для мировой стабильности и для тех задач, которые ставят перед собой Украина и ее союзники. Немедленная победа в этой войне. Просто в данном случае возникает вопрос, если мы говорим по поводу экономики, то и Северная Корея, и Иран давным-давно находятся под санкциями. Государства-террористы, которые отрезаны от внешнего рынка достаточно давно. Иран с 79-го года находится под санкциями, фактически ведет абсолютно закрытый образ жизни. Еще более, похоже, худшая ситуация в Северной Корее. Я уже не говорю, опять-таки, когда мы говорим с вами снова, с чего мы начали в привязке к Петербургскому международному экономическому форуму. Представьте, насколько омерзительно все это представлено сейчас в головах тех, кто еще в состоянии вообще проводить анализ. Из присутствующих, я имею в виду на этом форуме. Куда движется страна? Что за формирование этой оси зла? Вместо Франции, Великобритании, Германии и цивилизованных стран партнерами становятся страны-изгои. Иран и Северная Корея. Объяснить это, почему это происходит именно сейчас? Просто потому, что у них есть какое-то совпадение интересов и целей? Ну, просто невозможно. Еще раз, Северная Корея одна из самых бедных стран в мире. Страна-изгои. Вот это формирование оси зла просто объединит вокруг себя, вокруг Украины, объединит вокруг Украины эту дополнительную поддержку, которая идет со стороны всего цивилизованного мира и союзников. Точно это не добавляет России ни в средней, ни в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе, да, есть риски того, что они могут получить дополнительное вооружение. Но это еще раз, это еще один из аргументов, почему Украина должна быть дополнительно поддержана и будет дополнительно поддержана со стороны своих союзников и партнеров. А вы знаете, что еще поражает, и об этом говорил наш президент накануне, обращался к мировым лидерам, что та ракета, которая вчера поразила жилую пятиэтажку Креомроги, в результате чего погибло 12 человек и много пострадавших, много людей в тяжелом состоянии. Предположительно, эта ракета была изготовлена в России в апреле этого года. Та ракета, которая сегодня атаковала Одессу и погибло 3 человека. Внутри найдены порядка 50 компонентов, которые в России невозможно собрать. Это означает, что санкции есть, а комплектующие для своих убийственных ракет Россия все равно получает. Как это возможно? Правильно. Россия действует точно так, как действуют тараканы в студенческом общежитии. Пытаясь найти любую возможную дырку, пролазят через эту дыру. И вот, что касается санкций, это означает, что санкции должны быть усилены и расчищены дополнительно для того, чтобы эти дыры были абсолютно полностью запаяны. И вот почему, когда речь сейчас идет об 11 пакете санкционом, обсуждается вопрос, прежде всего, связанный с тем, чтобы работали абсолютно эффективно уже принятые санкции. Это значит введение вторичных санкций. Если ты рискуешь, как государство, сотрудничать с Россией и давать возможность покупать эти комплектующие, которые к тому же еще используются в военной продукции России, это означает, что ты такой же военный преступник, как и Россия. Ты поддерживаешь абсолютно этот преступный военный режим, который есть в России. А это означает, что ты не можешь находиться в цивилизованной системе координат, в том числе и то, что касается международной торговли и экономики. И более того, то, что дополнительно обсуждается сейчас, это все, что касается уголовной ответственности. Прямо сейчас и немедленно, которая должна быть принята к тем компаниям и к тем фирмам, которые помогают России обходить санкции и работают, вот в данном случае, на ее ВПК, а это означает на смерти наших украинских граждан, мирных граждан. И вот почему продолжается дискуссия в этом 11-м пакете, и вот почему Россия, насколько это возможно, пытается затащить себе сейчас через вот эти щели, те необходимые составляющие, которые позволяют работать ее военно-промышленному комплексу. Абсолютно очевидно, это ненормально, но это не то, что неизвестно. Об этом знаем мы с вами, об этом знают граждане Украины, но об этом знают и руководители союзных государств, и они на это обращают внимание, и вот почему работа здесь активизировалась в этом направлении. Вы знаете, еще возвращаясь к питерскому международному экономическому форуму, ведь туда Путин традиционно всегда приглашал и богатых россиян-олигархов, и сегодня некоторые из них приближенные хотят, не хотят, ну, кто-то да приедет. Но вот интересное исследование провели эксперты британской консалтинговой компании Henley & Partners. Они посчитали, что Россию в прошлом году покинули 8,5 тысяч долларовых миллионеров. В этом году там отток таких богатых людей прогнозируется на уровне 3 тысяч человек. Эта эмиграция богатых россиян связана с угрозой их капиталом после полномасштабного вторжения в Украину. И, кстати, по данным этого рейтинга на первом месте по эмиграции миллионеров занимает Китай. Что это за тенденция и чем она грозит экономикам этих стран? Ну, тут я бы вот на что обратил внимание. Обратил бы внимание на то, что да, есть миллионеры, которые покидают Российскую Федерацию, и есть мультимиллиардеры, которые, часть из них уже покинула Россию, но часть из них зажата в ловушки и просто не может выехать из России, просто в силу целого ряда причин, включая и физические угрозы, которые будут для них, риски физического существования, которые для них существуют. Но когда мы говорим с вами про миллионеров, про людей, которые ведут свой бизнес, которые заработали эти деньги, это означает, что не просто капитал покидает Россию, но покидают Россию наиболее предприимчивые, наиболее умные, наиболее такие толковые, которые знают, как вести бизнес, которые знают, каким образом зарабатывать деньги, которые знают, каким образом развивать свои собственные компании. Они предпочитают отказаться от России сейчас и перемещаться в другие страны. И это не просто чувство того, что они хотят сберечь те миллионы, которые у них есть уже на своих счетах, но это тоже, прежде всего, сигнал того, что они больше не связывают себя с Россией. И они не верят в это будущее России, они не верят в то, что эти деньги, если хотите, принесут им счастье в России и, в конце концов, не экспроприируют. Они не хотят отождествляться с тем режимом, который есть. Но когда у тебя из страны выезжают наиболее предприимчивые, наиболее умные, равно успешные, то это означает, что в твою страну не просто не верят, но это также означает, что в данном случае Россия, если хотите, страна, которая проходит уже свой закат, закат империи уже абсолютно четко виден, виден в том числе и для представителей топа, но все равно топа среднего класса. Да. Что ж, Олег Леонидович, спасибо вам за эту беседу. Спасибо. Напомню, в нашем эфире был советник президента Украины по экономическим вопросам Олегу Стенко. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.